Владельцы частных домов заинтересованы в том, чтобы сохранить свои сады. Они активно борются с коварными вредителями. Это не только американская белая бабочка, их с десяток. А вот ситуация с придомовыми территориями многоэтажек совсем иная. Есть ряд управляющих компаний, которые должны проводить обработку деревьев и кустарников, но не проводят. Мы с вами вместе работаем, выполняем одну и ту же самую задачу. Вы это понимали. Нужна помощь – мы поможем. Нужно что-то подсказать – подскажем. Нужно содействия – будем содействовать. Но каждый должен делать свою работу. Работы на муниципальных территориях завершены. Необходимо обработать кусты и деревья во дворах многоэтажных домов. Это уже прямая обязанность управляющих компаний. На совещание были приглашены представители подрядных организаций, чтобы на месте заключить договор. В июле таких санобработок нужно сделать две. Хочется подчеркнуть, что важна именно комплексная обработка, потому что бабочка не знает границ. Бабочка не понимает, на какой территории стоит то или иное дерево. Таким образом, если обработка проводится комплексно, а не кусками, не вырвана, это единственный эффективный способ защиты зеленых насаждений от вредителей. Американская белая бабочка любит мягколиственные породы деревьев – ясень, плен, плодовые деревья, яблони, алычу, сливаеву, вишню. Прожорливый вредитель имеет еще и поразительную скорость распространения. Если белая бабочка появилась на участке, отмечают биологи, то зараженными станут все близлежащие территории. На сегодняшний день мы работаем в рамках предупреждения, то есть пытаемся стимулировать управляющих компаний для того, чтобы они выполняли свои обязательства. В случае, если они не услышат обязательные требования и будут их соблюдать, в рамках межведомственного взаимодействия с нашими коллегами, будем выезжать буквально в следующей неделе по выездным проверкам. В июле к этой теме подключится краевая жилищная инспекция, которая также проведет проверки управляющих компаний. Те, кто халатно отнесется к обработке деревьев, рискуют получить штраф и повестку в суд.